Подробнее о значимости презентации в МИДе мы поговорим с нашим экспертом. На связи со студией декан факультета управления Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы Сергей Домрачев. Сергей, расскажите, что дает нашим регионам презентация в Министерстве иностранных дел? Борис Александрович Дубровский в особняке МИДа провел очень важное мероприятие для Челябинской области. Прежде всего он направлен на привлечение инвестиций в Челябинскую область. Одно из направлений выхода из кризиса это привлечение западных или, соответственно, китайских инвестиций в область. Потому что на сегодняшний день наблюдается спад инвестиций. И если говорить о цифрах, то примерно на 26,8% по сравнению с 2015 годом и с 2014 годом происходит спад. Поэтому, чтобы поднять уровень инвестиционной привлекательности, было проведено, с моей точки зрения, это очень важное и очень нужное и своевременное мероприятие. Реально ли найти деловых партнеров на таком мероприятии? Реально ли найти новых партнеров? Я думаю, что в сегодняшних условиях, когда уже финансово-экономический кризис достиг своего дна, начинается постепенно подъем. Это наблюдается и по фондовым биржам, и постепенно выравнивается экономика в нашей стране. Я думаю, как раз самое время привлекать инвесторов. Инвесторы тоже думают, куда вложить свои деньги. Те люди, у которых есть средства, они, конечно, готовы прийти в нашу область. Губернатор пригласил дипломатов и бизнесменов на наше предприятие. Как вы считаете, какие из них стоит показать гостям? Каким сферам нужны партнеры? Что нам нужно? У нас на сегодняшний день эффективно развивается и сельское хозяйство, и металлургия. Хотя там происходит, конечно, металлургий спад. Но, с моей точки зрения, нужно развивать высокие технологии. Прежде всего, нас ждет переход к новым технологиям, основных на роботизированных системах. Внедрение роботизированного производства, замкнутых систем, экологически чистых, безопасных для человека. Вот это главная задача. Нам нужно внедрять даже в металлургию технологии уже 2010-го, или даже уже 2020-го года, чтобы не загрязнять окружающую среду. Это все можно взять в Австрии, это все можно взять в Германии, это все можно взять в Соединенных Штатах. Поэтому институционная привлекательность – это очень важный показатель. Спасибо. Я напомню, на связи с нашей студией был декан факультета управления Сергей Домрачев. Продолжение следует...